всем привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ну что ребят поговорим мы с вами о канале пиратская жизнь домашняя незабудка татьяна красник и я посмотрела последний татьянин выпуск он практически целый час шел видеоролик и вы знаете если честно я даже не знаю что сказать я просто в ступоре я действительно просто в ступоре и слушала татьяну не только я также слушал мой муж он слушал но он понятия не имел кто говорит и о ком говорит он просто слушал моментами и особенно этот момент про отца которого хотели сдать фоспис и он говорит меня аж передернуло и в конце он у меня спросил чтобы не нарушать просмотр мой чтобы не мешать мне смотреть не задавал вопросов но в конце он спросил кто это мне пришлось ему вкратце объяснить так как ним куда он знает меня до сих пор нинку ищет и вы представляете даже мужчина был в шоке мужчина был в шоке что так можно поступить с родным и близким человеком даже на словах предложить сдать в хоспис потому что нужно будет ухаживать я вообще ребят честное слово я в таком ступоре у меня аж дыхание перехватило ну во первых вы знаете у тани был другой тон и мне наверное легче было слушать этот тон потому что именно таким тоном и нужно рассказывать по-другому не получится когда все это вот представляешь у самой внутри бушует тоже кричать и я еле собралась для того чтобы записать обзор высказать свое мнение но я думаю каждый кто посмотрит этот видеоролик просто окажется в ступоре шоке от того как можно иметь в себе столько злости что ли ненависти я не знаю как можно быть таким человеком чтобы сдать отца в хоспис и я я не понимаю и никогда не пойму таких людей таких детей и когда вы знаете тани еще рассказывала все вот эти вот подробности как она ухаживала за любой тут же вот эти вот в голове моменты о которых она уже говорила прикрытая мама газеткой именно с колбаской быстрее быстрее отпразднуем отметим день рождения и чтобы ей оттуда убежать и где ты таня быстрее у нас тут беда я представила что тани действительно приходилось ездить столько ездить для того чтобы ухаживать за чужим для себя человеком когда родная дочь слиняла в другую квартиру все вывезла и при этом даже палец о палец не стукнула для того чтобы хоть как-то помочь своей маме своей маме которая ее родила которая ее воспитала и которая собственно оставила ей все имущество ну вместе с папой понятное дело квартирному вопросу тани еще раньше ответила здесь все понятно было изначально уже после того как и минка рассказывала про квартиру что так решил отец это что принадлежала якобы моей маме должно принадлежать мне нет ни ног если у папы было две дочки и если квартиру строили вдвоем то папина доля от этой жилплощади должна была разделиться на двоих а мамина но это как мама захочет и как решит но решила действительно все минка но опять же ребят они все пояснила с этой квартирой что ей не нужно было ей ничего не нужно было ей только нужно открытость а не делать все за ее спиной да и ладно сделали и сделали осталось и осталось но вот так вот гадить как она сказала три с половиной года облить человека грязью и в детстве видите ли не просили ее сидеть с миной ну правильно не надо не просила но как-то не сказала это была обязанность это действительно я понимаю что была ее обязанность нянчить на улице гулять представьте что девчонки пришлось на терпеться ее воспринимали вообще как молодую сопливую мамочку которая в таком возрасте родила и путается с коляской я понимаю что они на тот момент не особо то и обидно было до что ей так сказали что я бы вот тебе якобы за это что ну типа родила и я понимаю что в этом возрасте ей как-то не особо это и было обидно она гуляла с сестрой она понимала что это сестра но опять же ребенку хотелось тоже и с подружками погулять и какими-то своими детскими делами заниматься а не сидеть и нянчить нину ребят я не знаю что еще можно сказать по поводу вовы высказалась таня и она права она права мы об этом говорим говорили и будем говорить что как такое может быть чтобы жена мужа на весь мир вот так вот выставляла на посмешище пусть ребят пусть даже он скажем так и особенный человек я не исключаю что возможно там действительно есть проблемы и может быть какие-то диагнозы я не врач я не могу утверждать но тем не менее как то не сказала за закрытыми дверями пожалуйста что хотите то и делайте у всех бывает в семейных отношениях и она права какие-то там мелкие скандалы у кого-то крупные скандалы ссоры эта семья и да не исключено и такое действительно но вот так вот выставлять на посмешище в мокрых трусах извините меня с козявками во рту но разве это можно так делать разве можно так поступать с близким тебе человеком выставлять на посмешище да даже ради денег и обзывать его и чуть ли не желать смерти как она сказала да чтоб ты с дальше мне не хочется повторять это ужасно это просто ужасно и это уму непостижимо но больше всего я говорю меня ввело ступор то что собственного отца она хотела отправить в хоспис рассказывая что она не сможет не сможет ни с чем справиться не сможет с памперсами справиться не сможет справиться с уходом сбагрить его подальше почему это вдруг он должен в ее квартире жить и скажем так ей портить обстановку а где ему жить он жил в своей квартире он в своей квартире находился которую построил вместе со своей женой и он должен жить там где его квартира где его дом где его место я просто в шоке вот так знаете воспитываешь воспитываешь детей и оказывается потом придет на помощь тот которому ты совсем не уделял в жизни никакого внимания конечно немножко веселого было тоже вторник нам рассказе когда она сказала про кучу но она имела в виду совсем другое ну она улыбнулась засмеялась и дала намек что кучу говорить не надо и мы с вами тоже понимаем все это не знаю я ребят что еще сказать не знаю никогда в жизни я не понимала таких людей которые отказываются от своих родителей которые рады спихнуть хоть на кого-то лишь бы свои руки были свободны и как так можно это же самое близкое это самое родное хотя ребят какое близкое какое родное когда родной маме не могла поменять памперс или помыть ее ну не важно а отца в хоспис это просто дикость я думаю что это дикость для всех адекватных людей мои хорошие я не буду затягивать обзор у меня просто я не знаю не находится никаких слов внутри прям бушует ураган после просмотра и я прям не знаю вы знаете в руках прям какая-то вот дрожь и непонимание как можно быть таким человеком на языке конечно же крутится куча гадких слов которые хотелось бы сказать в сторону мины но я не стану этого делать вы знаете бумеранг он все равно есть он будет бить и он уже бьет бьет страшной силой и эти удары это рассказы тани это откровение тани и это еще не все потому что у нее там записи мы с вами видели еще наверное на два видеоролика что касается только видоса мины вся правда про домашнюю незабудку я вы знаете ребят вспоминаю свои первые слова по поводу возвращения тани и я все время помните говорил что я не понимаю зачем для чего это сестры посмотрев столько серий мне хочется забрать свои слова обратно теперь я все понимаю я понимаю сколько боли у татьяны внутри и все правильно тон не может быть ласковым и добрым по отношению к такому человеку который принес тебе столько боли и страданий и тон которым говорила татьяна как раз таки еще очень нежный и мягкий мои хорошие буду заканчивать пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом я буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока а